Всем привет, мои хорошие! Ну что, давайте поговорим про парфюмерию. Уже этот месяц вообще подходит к концу. Уже скоро снимать, как я арматы носила, вторую половину месяца, а я не отсняла первую. И этот, хотел сказать, хлам, господи, как же, как же, я так чуть не ляпнула. Эти все парфюмы просто захламляют мне стол. Я же не могу их убрать, потому что, на самом деле, если их уберу, потом заново выставлять, я уже не помню, чем я там пользовалась. Значит так, ароматы, которые я последние вот заказывала с рандеву, я носила, но все-таки я вот еще, например, вот это до конца не протестировала. Но в двух словах могу сказать Dolce Gabbana, Dolce Bleu Jasmine, аромат. Сначала он мне понравился, он стал таким каким, устал, открылся сразу каким-то, ну, таким мягким. Потом я его сильно ругала, как будто бы, знаете, ну, блин, аромат без аромата, таких тысяча. Чем он пахнет? Просто цветочно, даже неотчетливо, жасминово. Потом все-таки он стал чуть больше заслащиваться, он стал для меня более быть понятным. Но я еще его выглюю и, конечно же, вам расскажу. Да. Дальше. Любимица Juliette Hazigan Moscow Mew тоже, наверное, отдельно. Но это молекулярность, это свежесть. Это то вот сейчас, в принципе, подойдет. Вот, но я бы еще, наверное, цветов добавила, каких-то все-таки чуть-чуть более женственно, да, под этот мой образ. Платье, платье, девочки, надыбала платье у себя, которому уже года четыре. Вот. И оно, в принципе, до сих пор актуально. Очень классно покупать такие вещи, да. В общем, аромат Moscow Mew от Juliette Hazigan, от Juliette с пистолетом. Ну, это и от этого же бренда Superdose, Not Parfum Superdose. Это и Light Blue в каких-то вот акватических, именно таких водянисто-древесных отголосках. Это и молекула. Это все. Вот здесь все, все собрано. Классный аромат. Свежий, молекулярный, тонкий, негромкий. Такой вот летучий. Медведь, девочки. Медведь. Moschino Toy 2. Сначала я... А, кстати, еще Moschino Toy... Той, той... Чем же я там пользовалась? В общем, такой же перламутровый, да, темно-синий с облитым бензином. Ну, наверное, я про них уже рассказывала. Да, по-моему, уже про них рассказывала в отдельном видео. Я говорила, что вот этот синий, ну, будем называть его перламутровым, синим медведем. Что я вот этот бы лучше взяла в тридцатке, а этот в миниатюрной, да, вот в такой версии в восьми миллилитрах. Нет. Беру свои слова обратно. Аромат очень нежный, очень чистый. Я не слышу здесь фрукты. Здесь, по-моему, какая-то груша или что-то есть. Но это очень мягко, очень кремово, очень диффузно, женственно, чисто, невинно. Очень красивый аромат. Я бы взяла еще вот эти восемь миллилитров, но на это лето, возможно, нет. Потому что я думаю, что мне вот этих восьми миллилитров хватит. Что по поводу медведя, который синий медведь. Вот это тоже нечто такое молекулярное. Это как будто бы, ну, что-то из нового, да, такого, современной какой-то молекулы. И плюс здесь я слышу нечто похожее на леопаркинзо. То есть вот такой свежак. Свежак откуда-то из двухтысячных. Красивый. Тоже мне очень-очень понравился аромат. Дальше. Маскина. Ну, я выгуливала его буквально один раз, потому что заказала, потому что услышала информацию, что снимают. Этот парфюм взяла хотя бы тридцать миллилитров. С удовольствием воспользовалась. Древесный, цитрусовый, свежий, динамичный, яркий, праздничный. И даже при этом он свежий, но сексуальный. Love, да. I love love. Классный аромат. Обожаю. Нужно им сейчас чаще, кстати, начать пользоваться. Потому что у меня, знаете, какая-то такая мысль. Думаю, может, задублить вообще? Ну, ладно. Дальше, девочки. У меня было два аромата араба. Это подарок от Леночки был. Значит, Mason Alhambra бренд. И Нитио Роуз. Да, в общем, аналог на Нитио Роуз. Шикарный флакон. 100 миллилитров. Тяжелый. Это металл. Здесь металл. Тут металл. В общем, просто шикарный аромат. Ну, сам флакон очень тяжелый. Крышка тяжеленная. Такое, знаете, софт-тач покрытие. Роза. Это просто, я бы сказала, аналог на Монталь. Смешанная роза с муск. И даже больше интенс кафе в раскрытии, когда, ну, где-то еще, может быть, кофе на старте есть. А потом там такая жирная-жирная роза. Вот она, вот эта жирная роза с древесными отголосками. Очень диффузит. Да, я его слышу от себя, но не настолько ярко. Но мне говорят, что просто один пшик заполняет, я не знаю, 24 квадрата комнату. Понимаете? Просто заполняет. Хороший аромат. Даже летом, видите, пользовалась. Вполне себе. То есть, один раз я пользовалась, когда разнашивала, что-то так я все не могла понять. У меня в какую-то длину уходило почему-то. Я это считывала, как будто бы там есть, может быть, лич. И потом я поняла, что там очень жирная роза просто. Очень акцентная, яркая роза. Вот. И потом я еще раз к нему приходила. Даже, может быть, несколько раз. Все-таки я его просто так, уже как бы протестировав, поняв, да, этот аромат. Все равно носила. Хотя лето, хотя жара. Больше я носила аромат следующий, который вот тоже пришел мне в подарочек. Это Lata Fabrand Mahachite Crystal. Я не знаю, что тут еще. Кстати, этот аромат есть на рандеву. Mahachite Crystal. Вчера смотрела. Спрей есть за 800 рублей. Самого парфюма, по-моему, нет. Он еще, кстати, в каком-то более розовом флаконе есть. Не знаю, возможно, даже попробую. Мне очень понравился. Очень интересный аромат. Он фруктовый. Он тонкий. Ай, он тонкий на первый взгляд, девочки. Возможно, из-за каких-то легких зеленоватых нот. Возможно, из-за какого-то там яблока в старте. Ощущение, что он акватический, не акватический, акварельный, прозрачный, легкий, нежный, женственный. С явной какой-то чистотой, не порошковой чистотой. Мускус может быть что-то такое мыльненькое слегка. Ну, он не считывается как мыльный, но вот какой там мускус. Прям чистый такой, знаете, белый такой, прозрачный такой, кристальный чистый мускус. На этой мускусной подложке я слышу явные фрукты. Их много. То, что есть здесь зеленое яблоко в старте, оно просто дает как бы свежесть. Дальше яблоко уходит, и аромат все больше насыщается фруктами, фруктами, какой-то мякотью именно. Знаете, такой немножечко даже, это не тропики, но чуть-чуть вот из-за этой мякоти уходит даже в какую-то тропичность. И ощущение, что он тонкий, что он как будто бы не громкий. Но по моим, я его долго носила, вот прям долго-долго-долго. Я его даже так сильно на себе ощущала, что у меня было ощущение, что он меня задушит. То есть, но он красивый. Задушить он не может, потому что вот этот мускус чистейший. Но вот эта фруктовость нежная, женственно, обалденный аромат. Обалденный. Тут я как бы не знаю, вставлю вам картинку, нет, но может быть поищу, да, на фрагрантике, чтобы вы понимали, да, как бы. Вот потому что все-таки арабчик. Вот, аромат потрясающий, мне очень понравилось. Прям очень понравилось. Это вот прям мое. Это фруктово, по-летнему, женственно. Это вроде, это для какой-то действительно вот блондинка, но только нежный образ, да, будем брать. Но при этом это чувствуется все-таки. То есть прям уху-ху, там фруктики. Казалось бы, да, они нежные, но они довольно чувствительны. Так, покажу еще два аромата свежака, которые такие, знаете, из подешевле. Ну, в принципе, да, бюджет-бюджет. Это ведь на жару, на зной, я думала, боже мой, чем же у нас просто 40 было в тени. Вот сейчас, вчера, еще как-то более-менее сегодня вообще, ну, не то чтобы пасмурно, но во всяком случае не так жарко. Я достала Педи Париж. Кстати, ко мне идет вновь посылка Педи Париж. Ну, там один аромат 15 миллилитров, вот такой вот малыш будет супругу, а все остальное мне. Да, все остальное мне. Я никого, я себя, себя не обделила, нет? Вот. И, в общем-то, Де Париж, Педи Париж, Де Париж, они раньше назывались Педи Париж, сейчас они Де Париж. Значит, аромат Версачи желтый кристалл Yellow Diamond. Он настоялся, он стал прям довольно красивый, довольно приличный, я бы даже, знаете, сказала. Потому что ранее, когда я его тестировала, да, это было цитрусово, да, это было древесно, да, это было классно, это было интересно, но вот как-то не так дорого. Сейчас здесь так красиво настоялись древесные ноты, и вот эти цветы и цитрусы, здесь прям цветы, цветочный блок появился такой какой-то прям интересный. Ну, и цитрусы на отголосках, они все-таки есть. Нежные цветы, они яркие, это белая цветочность, но они вот чуть-чуть смягченные все-таки. Хотя на где-то отголосках цитрусы, они прям так показывают себя, да, делают вот эту вот забористость в этом аромате. Ну, и древесина здесь какая-то мягкая, очень-очень благородная, красивый аромат. Да, он все-таки не праздничный на каждый день, но даже офисный, я бы сказала, он как-то так собирает, как-то так структурирует тебя. При этом он интересен, потому что все-таки это и цитрусово в том числе, и цветочно, и это женственно, и, в общем, чуть-чуть сдержанно, элегантно. Очень красивый. Вот сейчас он стал очень-очень красивым. Следующий аромат просто спасение в жару. Аква-олегория мандарин базилик. Я тестировала у меня где-то или был, или есть пробник в аромабоксе. Может быть, я его уже разыграла, не помню. Нужно искать оригинал мандарин базилик от Аква-олегория Герлен. Здесь было раньше больше все-таки древесных нот, нежели цитрусов. Сейчас появились здесь цитрусы сладкие, вкусные. Аромат тоже вот-вот. Депариж, девочки, настаиваются. Стойко при этом. Да и вообще не жалко. Сколько это стоит там, господи, 50 миллилитров? Обливаешься, аромат звучит хорошо. Аромат звучит люксово, бодрящий, классный. Супер аромат, просто супер аромат. Еще я достала в Фаберлик свой один из самых-самых любимых ароматов. Это аромат Нироли. Нироли, Нироли. Я любила этот парфюм. Просто безумно любила и люблю этот парфюм. Ничего подобного я не нашла. Я подумала тогда, ранее, что я люблю просто Нироли. Это моя нота. Нет. Я люблю, скорее всего, сочетание нот в этом парфюме. Потому что все, что ранее было из Нироли и позже, что было из Нироли, это совершенно не то. Здесь еще дело в том, что явно слышен цветок апельсина. То есть вот нежность, мягкость, цитрусовость, да, то самое. Возможно, Нироли зелененькие, не пудровые Нироли вместе с цветком апельсина звучат настолько прекрасно. Вообще этот аромат, честно, берегу. Но чтобы он просто там не затухся в трубочке, я решила его достать и несколько дней я им пользовалась. На Авито есть бушные флаконы. Ну, примерно вот такой остаток стоит даже тысячу рублей. Я думаю, что, может быть, даже возьму. Нужно брать тогда сейчас, пока совершенно не исчез этот аромат вообще, да, с радара. От Эйвана было у меня два аромата. Два, три даже. Это Инкадесенс Лотос. Ну, на мой взгляд, он действительно похож на Шанель Шанс Оо Тендер. Здесь Айва менее заметная, чем в Тендер. Ну, как-то, может быть, даже чуть-чуть понежнее цветочный блок. Но, в принципе, аромат неплохой. Мне он нравится. Я его не считаю очень стойким. Ну, там буквально три часа, да, я его слышу. Хотя ему уже года три-четыре. Ранее он вообще на мне сидел просто часа полтора. Все, максимум. Сейчас он как-то, хоть как-то настоялся. Но я думаю, что я его, возможно, ну, то есть беречь не буду. Я как-то, знаете, думаю, что нужно мне почистить полку все-таки в Эйван. Уж совсем там слишком много ароматов. И совсем как-то в последнее время моя рука к ним не тянется. В общем, им пользоваться легко. Можно просто обливаться, закончить его и все, и забыть. Я об этом думала, да. И ранее я думала, что если закончить аромат, то, скорее всего, мне нужно его вернуть будет в свою коллекцию. Как бы повторить. А сейчас я думаю, что, скорее всего, я возьму оригинал тогда уж. Следующий аромат от Эйван. Это Ив Дуэт. Это была вторая версия. Здесь темно-синяя такая, по-моему, половиночка. Но пользовалась я вот этой вот желтенькой. Почему? Потому что это белые цветы. Но это яркие белые цветы. Возможно, здесь есть цитрусы. Но считывается аромат, как будто в нем есть немного перченых нот. Либо перечность, либо цветы какие-то чуть-чуть горьковатые. Это очень классно, ярко, интересно и даже стойко. Поэтому пользовалась, да. И третий аромат от Эйван. Это снятость. Это белое платье. Да. Little Black Dress Sunrise Sires. Это белое платье. Это немножечко в духе. Знаете, это тоже вот такие щекотящие нос, белые цветы на древесной подложке. С чем-то неким. Это не перец. Но ощущение, да, вот что-то такое. Вот прям такое а-ля перчененькое немножечко. Хорошо аромат звучит. Долго сидит на мне. Даже как-то, знаете, думала его продать. Но перед тем, как действительно продать, решила протестировать. И решила не отпускать его из своей коллекции. Так, немножечко подвинула к себе поближе ароматы. И сейчас еще покажу фаберлик. Значит, это Юдашкин Роуз. Буквально один раз выгуливала. Опять же, чтобы не застоялось ничего там внутри. Это очень холодные, просто леденящие цветы. Это в основном. Это, конечно, пропион, да, как указывается. Но я слышу здесь и водяную лилию, которая меня, конечно же, поддушивает. И знаете, это такая прохлада, что она такая грековатая, такая терпко-горькая. Цветочно-пионовая прохлада. Не могу носить где-то на груди. Это все-таки либо волосы, и, ну, где-то так сзади больше волосы. Очень стойко, очень шлейфово. Не хочу даже избавляться от него, потому что есть в нем что-то. Но, во-первых, технические характеристики. Такая стойкость. Просто вообще, знаете, не каждый люкс и не каждая ниша может похвастаться такой стойкостью. Поэтому вот просто иногда, да, пользуюсь под настроение. Он мне нравится. Кстати, этот аромат очень любят молодые почему-то девчонки. То есть я, ну, искушенная, можно так сказать. Ладно. Меня этот аромат душит. А просто какие-нибудь там, я не знаю, 13-летние, 15-летние девочки, которые, ну, по сути, еще как бы там особо не просвещены в парфюмерии, просто литрами льют на себя этот аромат. Меня он лично поддушивает. Дальше то, что снова мне пришло в подарок. Давайте вот так я это определю. О, боже мой, девочки. Это Фредерик Маль Ирис Пудре. Это нечто. Я тут как-то, может быть, месяц, может быть, полтора назад снимала видео про Шанель. И у меня есть Шанель номер 5 Лёва в таких вот 8 миллилитрах. А потом я брала пятерку О'Премьер в пробнике. Но на рандеву нет 8 миллилитров. Возможно, я бы взяла. Ну, и там меня что-то все равно смущало. Но там хотя бы есть стойкость. Так вот, мне вот этот аромат подарила Леночка. Спасибо огромное. Вообще Ирис я не люблю. Да, он немного пудрит. Ну, как-то в старте. Девчонки, раскрывается просто Шанель номер 5. Ода. Ну, короче, премьер, премьер. Что я там? Ода, не оды. Кому я оды пою, да? Это так похоже. Здесь похожие цитрусы. Здесь цитрус какой-то прям апельсин сладкий в каких-то пузыриках. Знаете, как Фанта а-ля. Ну, то есть не точь-точь, но вот чтобы чуть-чуть вы понимали. И это дает вот эту игру. Вот эти вот цитрусы. Вот эти пузыри. Знаете, как классно он звучит. Как стойко он звучит. У меня остаточек во флаконе. Но это просто супер. Просто супер. Я сначала его, когда протестировала, как я его поняла. Я думаю, все это только на выходы. Только на выходы. Но, конечно, нет-нет, думаю, ну, радовать-то себя тоже нужно. Буду все равно чуть-чуть пользоваться. Но это потрясающий аромат. Просто шикарный. Ирисовый. Ирис пудре. В жизни бы не протестировала, не взяла даже пробник. Потому что это совершенно не моя история. Вот вам и пожалуйста, да? Так, еще один подарочек. Ангел Шлессер. Фэм. Я его боялась всегда. Да-да, это, знаете, из тех еще времен аромат. Как-то я его боялась. Мне казалось, что он какой-то мягкий, что ли. Какой-то он кремовый. Но нет. Он... Есть в нем мягкость немножечко. Но он и цветочный, и свежий. И вот прям хороший, красивый на каждый день аромат. Его много не носила. Вот просто как протестировать. Потрясающий аромат. Вот сейчас просто бери. И все. И пользуйся и днем, и вечером. И на свидание, и на работу. Вот так он прям универсальный. И кстати, если бы я его тестировала в слепом затесте, я бы, ну, ни капельки бы не поняла, что он там, не знаю, когда-то тоже в 2000-х. Ну, в общем, давно, да, уже был выпущен. Абсолютно бы не поняла. И еще у меня есть от Левант. Я сейчас ставлю, девочки, картинку. Луи Витон. Розовый флакон. Очень интересный аромат. Там есть почули. Ну, в базе почули. Но почули... Ну, как-то... Я вообще люблю почули. Но я не скажу, что эти почули, они какие-то тяжелые. Нет, абсолютно нет. Я их даже как-то, как будто бы не сразу вычленила. Ну, там древесность, да, такая. Вот потом как-то уже чувствуешь почульность. Даже, знаете, наверное, я почувствовала почули на одежде, там, на второй день, когда сам аромат уже выветрился. И вот что-то такое осталось, да, вот прям база, база, база. И что-то нежное. И что-то про цветы. И, может быть, про какие-то даже фрукты не сладкие. О чем это может быть, не знаю, что-то по типу граната. То есть, что-то фруктовое все-таки я слышу. То ли цветок это что-то выдает, то ли действительно там есть фрукты. Я не помню. Я просто посмотрела, что да, есть почульность. Очень женственный, красивый аромат. Аромат шлейфовый, классный, потрясающий аромат. Стоит дорого. Вот у меня отливантик. С удовольствием буду выгуливать. Но он такой, больше даже, я бы сказала, куда-то. Прям на выход. Прям как-то, да. А дальше, девочки, ковали. Время пришло ковали. Мои любимые ковали. Два аромата. Я не знаю. Я вот хотела бы, у меня есть красный, да. Я бы хотела классический желтый их взять, ковали. Ну, я имею в виду вот в этой линейке. Но он 12 тысяч рублей стоит. То есть, я так понимаю, что вот эти еще более, хотя они тоже уже как бы, ну, не супербюджетные. Но тот, видимо, совсем снятый аромат. И в остатках, да, где-то вот просто, если можно найти, ну, как бы 12 тысяч за Роберто Ковали. Раньше было сотка за 5 тысяч, мне кажется, можно было взять. И вот я вот как-то, ну, не могу решиться. Хотя я хочу коллекцию. Ну, не могу решиться, но хочу. Итак, по-моему, первый я достала вот этот аромат. Роберто Ковали гамма от Дипарадиза. Он такой более чуть-чуть зеленоватый. Вот здесь такая прям, ну, цвет морской волны. Но все-таки чуть больше зелени в этой морской волне. Он очень интересный, на самом деле, аромат. Он зеленый, действительно. Но зелень здесь какая-то смягченная. Возможно, смягченная какими-то цветами мягкими. Но при этом я ощущаю здесь нечто перечное. Древесно-перечное. И вот это сочетание зелени, ну, это не сочная зелень. Это не ревневая такая, да, зелень. А зелень мягкая. Такая вот со сливочными цветами. И плюс еще и с перченостью. Это довольно интересный аромат. Стойко, шлейфово, красиво, ярко. Ну, прям так заявляющий такой аромат. И еще один мой любимчик, с которого все и началось. Когда, помните, кто смотрел, я снимала видео распаковку. Это был просто слепой заказ вот этого аромата. И я, ну, я просто из разряда вслепую. Да такое урвать. Просто шик. Голубого, да, цвета такого синего-голубого цвета. Красивый флакон. Он, значит, уже, да, он свежий. Здесь и водянистые ноты, и цветок. И здесь очень красиво вплетена лаванда. Вы можете себе представить, что я, когда его носила, первый раз тестировала. Вообще, пока я не прочитала пирамиду, я не поняла, что здесь лаванда. Я слышала, что что-то просто леденящее здесь есть. Просто кусочек льда. Что какой-то цветок здесь. Или это вода. Здесь же и акватика есть, понимаете. И цветочный блок есть. И лаванда. Но вот лаванду как таковую... Ну, вот сейчас, да, я могу вычленить древесные ноты. Но ранее я думала, боже мой, что там так леденит. И эта леденящая нота, она настолько яркая, она настолько бодрящая. И сам аромат очень громкий. Очень насыщенный, торжественный аромат. Просто какой-то шикарный парфюм. Просто супер. Просто супер, девочки. Так, делала от Levante Dolce & Gabbana Light Blue Intense. И, конечно же, тоже выгуливала. Буду брать обычный Light Blue. Кто говорит Intense, это старая версия. Ну, нет. Нет. Я многих слышу. Я не знаю. Ну, может быть, кто-то, да, тестировал. Ну, вот как я. Я же тоже могу судить по аромату, когда, ну, я где-то тестировала. Моя подруга носила. Или я даже, может быть, несколько раз его выгуливала. Да, может, у меня даже тридцатка или полтинник был. Может, даже и сотка. Пятнадцать лет назад, двадцать лет назад. Мы не можем точно вспоминать. Мы придумали это себе, что аромат какой-то такой был. Я сносила. Я не знаю, сколько. Восемь, десять флаконов этих соток. Я знаю этот аромат на сто процентов. Это другой аромат. Интенс – это другой аромат. В интенс есть современная мускусная свербящая нота. Настолько она меня свербила первое время, когда я его купила вслепую, потому что люди сказали, что это вот тот прежний light blue. Я в какой-то момент его отставила где-то на полгода. Я поняла, что я просто не могу пользоваться. Он просто выедает мне мозг. Вот эту ноту, ее никогда не было в классическом light blue. Да, она ярче вот эта версия, чем классическая light blue. Но это не значит, что это тот же аромат, который был ранее. Нет. Нет. И мы тут поднимали этот вопрос. И я уже где-то в комментариях писала, возможно, видео рассказывала, что мы как будто бы, типа, вообще нестойкая light blue. Людович Кабана совсем стала нестойкая парфюмерная вода. Испортился аромат совсем не тот. Ну, может быть, мы просто заелись-объелись арабов. Может быть, мы заелись-объелись ниши, кирки, бакары. И теперь обычный парфюм для нас. Ну, не такой уж и стойкий. Хотя, хотя, на этот аромат классический light blue до сих пор делает комплименты. И все его отмечают. И если вспомнить, я сколько носила этот парфюм. Я его вообще от себя не слышала. Мне на него постоянно делали комплименты. Но я его от себя не слышала. Поэтому сотка. Это у меня 50 мл в сотку. Я брала всегда сотки. Я таскала в сумках. Зимой и летом одним цветом я была в этом аромате всегда на протяжении 5-6 лет. А то и 7. Я даже не помню. Я даже не помню. Просто вот это я была во флаконе очень долго. Максимально долго. Я помню, мои подружки, они с меня смеялись, что опять это ведро. Потому что сотки никто не таскал в сумках. Я таскала. Почему я это делала? Потому что я его обновляла раз, два, в три часа. Я им постоянно обливалась. Я его не слышала от себя. Не интенс версию обычную. Если вспомнить, реально сесть и подумать, то я его и раньше от себя не слышала. Но люди слышали даже, когда я после душа была. После душа я вышла. Ко мне пришла подруга. Я вышла после душа. Она меня подождала и вышла после душа. Она говорит, ты что, уже аромат нанесла? Да нет. Я всегда была в этом аромате. Исключителем в этом аромате. У меня были мокрые волосы. Я замотала из полотенца. Она говорит, ты что, уже парфюм нанесла? А я его обновляла раз в два, три часа. Просто посидите, проанализируйте и подумайте. Да, мы вот тоже тут совещались недавно. И пришли к этому. И, кстати, да. Я тоже, я вот вспомнила. А чувствовала ли я этот аромат? Нет. Потому что я таскала 100 миллилитров всегда с собой в сумке. У нас банка трехлитровая называется баллон в Ростовской области. И подружки смеялись. И они говорили, что ты опять с этим баллоном таскаешься. Либо ведро. Опять она это ведро... О, ведро достало. Ведро еще. Знаете, что у меня было? Не в этот же момент, а дальше, дальше, дальше. Позже у меня было большое-большое зеркало. Она откуда-то отвалилась, видимо. Ну, в смысле, с какой-то косметики. Типа какой-то большой, знаете. Ну, не настолько большой. Ну, не знаю. Ну, больше, наверное, даже вот этой палетки. И вот эта крышка просто отвалилась с зеркалом. Я ее, помню, тоже таскала в сумке. И все смеялись, что это у меня трюмо. У всех были пудреницы. Но всем было, если я рядом, то все просили мое трюмо. Тюмо, значит, и баллон я таскала. Или ведро с духами. Да. Чем-то как-то так. Всего побольше. Любила. Да. То есть, этот аромат Dolce & Gabbana Light Blue Intense хорош. Но хочу. Вообще стоит. Господи. Я посмотрела сейчас на рендову. 5 тысяч 100 миллилитров классический Dolce & Gabbana. Потому что он в себе забыт. Нафиг никому не нужен. И мы пользуемся до сих пор. Да. Им пользуются только вот любители еще с тех времен. Которые вообще ему не изменяют. И вот они утверждают, что какой был аромат такой. Он и есть, что вы придумали. Итак, мои дорогие. И последний аромат я доставала и пользовалась Марфочкой. Я не помню, что было. Но что-то было. Что-то было какой-то, значит, день, когда я решила повыпендриваться. Я вам так скажу. Марфа. Прекрасная Марфа. Мему Марфа. Боже мой. Стойка. Шлейфовая. Хоть и бей меня фруктовая. Ну, бело-цветочная. Да, тубероза. Нежная, мягкая тубероза. Она немного кремовая тубероза. Но это не жвачная. Как говорят, жвачная тубероза. Ну, нет. Ну, она мягкая. Но она не жвачная. Я слышу здесь просто где-то... Она даже какая-то, знаете, тубероза мягкая. Чуть сливочная. Чуть-чуть. При этом что-то есть сухое. Как сухоцвет. Такой немножечко есть в этом аромате. И фрукты. Как будто бы это корзина. Как будто бы их много, но они не перебивают белые цветы. То есть на отголосках есть фрукты. Вот я их слышу. Я их слышала с первого раза, когда ко мне приехал от Левант. Я вот так вот скрыла. Я такая вау. Вот это было вау, да, для меня. И даже вот сейчас я не слышу никакой замши. Иногда замшу мне какую-то выдает этот аромат, который здесь нет. Но, возможно, вообще этот бренд такой, знаете, любитель кожи. И, может быть, просто в этом направлении немножечко, чуть-чуть какой-то отголосок, да, не сделали. Хотя нет здесь ни кожаных, ни замшевых нот. И не всегда я слышу эту ноту. Но иногда я ее здесь довольно отчетливо слышу. Все, мои дорогие. Я прям как-то слишком много, мне кажется, да, пользовалась. Две недели ароматами. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на телекрам-канал, на Бусти. Вчера я не выпустила видео. Сегодня смонтирую. Не смогла вчера. Меня просто вырубило после занятия спортом. Нет, я еще поездила по делам там. Ну и, в общем, я приехала. И как-то все. Я раз, 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 раз и все. Вот. И вот это видео, которое уже есть, я его смонтирую в выпущу. А следующее видео будет у нас выбирать. Будем победителя на Бусти канале. Все, мои дорогие. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok